Привет, ждущие конца самоизоляции. Режим продлили до 30 июня, хоть и с некоторыми послаблениями, но все же. Чтобы не было скучно, предлагаем потратить это время на просмотр очередной подборки от Осетия Ньюс. И начинать мы сегодня будем с романтической комедии. Ее идеально смотреть зимой, но и летом порой тоже можно. Речь об отпуске по обмену. Журналистка Айрис живет в английской провинции, и у нее драматичная и безответная любовь. В это же время на другом конце света в Калифорнии живет Аманда, владелица рекламного агентства. У Аманды другая беда, она узнает, что ее парень изменяет ей. И вот эти две девушки совершенно случайно знакомятся в интернете и решаются на обмен жильем на время рождественских каникул. Аманда едет в холодную Англию, Айрис в солнечную Калифорнию. Этот отпуск изменит жизнь обеих девушек. Романтические комедии типа отпуска по обмену будто не имеют срока годности. Несмотря на то, что этот фильм вышел почти 15 лет назад, он все равно остается одной из самых любимых лент. Дальше у нас кино уже не такое веселое, но точно заслуживающее вашего внимания. Одна из лучших отечественных драм, снятая одним из самых талантливых режиссеров страны. В общем, сегодня смотрим Елену Андрея Звягинцева. В центре истории супруги Елена и Владимир. Они уже не молоды, для обоих это второй брак. Сразу ясно, что Елена вышла замуж по расчету. Никакой любви и нежности между супругами нет. Она будто исполняет обязанности домработницы, а Владимир взамен содержит ее. И только ее. Он категорически отказывается давать деньги безработному и ленивому сыну Елены от первого брака. Ситуация станет совсем сложной, когда у Владимира начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Елена, как и все фильмы Звягинцева, кино не простое и не очень приятное, но всегда актуальное и заставляющее думать. Кстати, фильм получил приз жюри на Каннском кинофестивале. Идем дальше, переходим к триллеру. Сегодня у нас здесь отличный новый вариант постапокалипсиса. Называется он «Птичий короб». Пять лет назад во всем мире начался настоящий конец света. Люди, увидев нечто, сразу убивали себя. В центре истории женщина с двумя маленькими детьми. Пять лет они пробыли в заперти, боясь выйти на улицу. Но однажды, услышав по радио о безопасном месте, они все же рискуют и отправляются на поиски выжившей общины. С собой они берут попугаев в коробки, ведь птицы способны реагировать на приближающуюся опасность. Птичий короб – отличный вариант триллера, где напряжение держится до самого конца. А еще там есть потрясающая Сандра Буллок. За боевик у нас сегодня отвечает настоящая легенда. Да, этому фильму уже почти 25 лет, но кого это волнует? Скалу можно пересматривать в любом возрасте. Генерал элитного американского спецотряда Фрэнсис Хамилл вместе с лучшими из своих подчиненных похищает смертельное оружие – ракеты с ядовитым газом. Затем они захватывают в заложники туристов, приехавших посмотреть бывшую тюрьму Алькатрас. Генерал требует от директора ФБР 100 миллионов долларов. В противном случае он грозится нанести ракетный удар по Сан-Франциско. Мне это не нравится. Скала – это классический боевик, такой, как мы любим. Его снимал Майкл Бэй, а значит, экшена здесь будет очень много. Ну а Шон Коннери, Николас Кейдж и Эд Харрис в главных ролях делают этот фильм еще круче. Ну а закончим мы комедии. Сегодня у нас здесь кадры – забавное кино с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном. Два лучших друга, уже не молодые, Билли и Ник, всю жизнь работают в сфере продаж. Они привыкли делать все по старинке, поэтому просто оказываются не готовы к новому компьютерному миру. Пытаясь стать современнее, они делают невероятное – отправляются на стажировку в Google. В компании им придется выдержать конкуренцию с лучшими выпускниками именитых колледжей и доказать, что они способны работать в мире информационных технологий. Кадры кино о том, что начинать никогда не поздно. Главное, чтобы было желание и какой-никакой талант. Это кино точно подойдет для просмотра вечерком, оно поднимет вам настроение. На этом все. Пишите в комментариях, что смотрите вы и делитесь своими эмоциями от просмотра наших подборок.